И все равно задолженность остается в сумме 2 миллиардов 114 миллионов рублей. Это же просто какая-то огромная, огромная сумма. Всегда есть какие-то законодательные акты, которые совершенствуют вопрос о взыскании алиментов. Взыскателю нужно давать именно информацию судебному приставу. От судебного пристава требовать, чтобы он, например, направил запросы. Вдруг и среди наших зрителей есть такие, и вполне возможно они расчувствуются и все-таки заплатят денежки своим детям. Более тысячи исполнительных производств, более 2 миллиардов задолженности. Такие цифры по алиментным платежам, и это только в нашей республике. Почему родители не хотят содержать своих детей? Есть ли способ решения этой проблемы? Об этом мы сегодня поговорим в эфире главные новости в студии Эрнест Хайрулин. Здравствуйте. Я хочу вам представить Ирину Петрову, старшего помощника прокурора республики Татарстан. Добрый день, Ирина Степановна. Здравствуйте. Смотрите, для начала немного статистики. С начала 2021 года судебные приставы Татарстана взыскали из должников более 348 миллионов рублей долгов по алиментам. Это почти на 151 миллион рублей больше, чем в прошлом году за тот же период времени. И все равно задолженность остается в сумме 2 миллиардов 114 миллионов рублей. Это же просто какая-то огромная, огромная сумма. И, судя по всему, копилась же она не один год, да? Конечно. Вот есть ли вообще шанс вот эти деньги изъять из задолженности и направить детям, которые их ждут? Шанс всегда есть в любом вопросе. Но следует отметить, что вопрос алиментов – это очень больной вопрос для очень-очень многих людей. И законодательно в этом направлении всегда меняется у нас законодательство. Всегда есть какие-то законодательные акты, которые совершенствуют вопрос о взыскании алиментов. В первую очередь хотелось бы сказать, что в центральных СМИ были статьи о том, что уже готовится законопроект в Государственную Думу, о том, чтобы установить уголовную и другие виды ответственности за частичную плату алиментов. То есть за частичную. То есть сейчас такой ответственности нет. Если папа или мама, я не знаю, кто злостный алиментщик, не платит. То есть платит по 100 рублей, к примеру, в месяц, да? то это считается частичное погашение алиментов, и тогда он не подлежит никакой ответственности. Это считается частичное погашение. Почему речь не идет об ответственности? Потому что он заплатил 100 рублей по теории уголовного права. Это означает, что у него нет умысла. А с введением вот этого нового законодательства, в каком случае, если ты платишь 100 рублей, то ты все равно подлежишь ответственности? Тогда подлежишь ответственности. Поэтому и второй вопрос, который уже не законопроект, который уже принято, постановление правительства 2 ноября 2021 года, номер 1908, о перечне видов заработной платы и иных доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Вот об этом мы сегодня и поговорим более подробно, но чуть позже. Сейчас я предлагаю посмотреть ролик, который подготовили работники прокуратуры, видимо, с целью, чтобы разжалобить злостных неплательщиков. Вдруг и среди наших зрителей есть такие, и вполне возможно, они расчувствуются и все-таки заплатят денежки своим детям. Давайте посмотрим. Прикрываясь сложностью жизни, алиментчик обижен на всех. Там мало платят, тут много работы и не светит успех. А то, что ребенок давно голодный и школьная форма ему мала, так пусть заботится мама, а наша его родила. Я хочу сказать всем нашим зрителям, что каждый из них может сейчас присоединиться к разговору в нашей студии. Для этого у нас есть телефоны прямого эфира. Напомню их, это 519-99-66 для жителей Казани и 8800-532-55 для жителей других регионов нашей республики. Звонок абсолютно бесплатный. Мы проводим сегодня наш традиционный опрос ВКонтакте. Звучит вопрос так, как заставить родителя платить алименты. И вот такие варианты ответа. Ужесточить ответственность, изменить законы, повысить качество работы судебных приставов и судов и другое можно указать в комментарии. Его итоги мы подведем чуть позже, но уже сейчас есть лидер среди ответов. Это ужесточить ответственность. Я так понимаю, что постановление, которое было принято в начале ноября правительством Российской Федерации, как раз, если и не ужесточает ответственность, то делает взыскание алиментов более простым для судебных исполнителей. Давайте поговорим об этом. Ну, во-первых, это постановление содержит 30 пунктов. Я думаю, что все это есть мы, конечно, не сможем сейчас обсудить. Почему я об этом говорю? Потому что там изложено очень много доходов, из которых взыскиваются алименты. Что нового? Что не было в предыдущих постановлениях? Во-первых, алименты можно взыскать с доходов гражданина, который получает дивиденды от того, что он хранит счет в банке. У него есть счет в банке. То есть процентов. Процентов, да. Допустим, у него лежит миллион, там выплачивают какие-то проценты, и с них можно взять денежку. Теперь, если гражданин, ну, у нас по исполнительному производству он называется должник, если должник вдруг сдает квартиру в аренду, то есть занимается определенной экономической деятельностью. Далее, если должник проводит операции с ценными бумагами и получает какие-то дивиденды от этих операций с ценными бумагами. Дальше, если у нас должник является самозанятым, то есть осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. То есть раньше с этих людей невозможно было взять денежку. Да, и поэтому он у нас тоже, с него можно взыскать алименты. Далее, очень многим людям, например, возвращается по налогу, они платят налог по НДФЛ, им возвращается определенная сумма. С этой суммы тоже взыскиваются алименты. То есть теперь проблема только в том, как эти алименты все взыскать, как найти эти ценные бумаги, которые где-то лежат, а как найти вклады, которые находятся в банке. Это уже практическая проблема, которая возникнет перед службой судебных приставов, перед взыскателями. Ирина Степановна, вот мы с вами, открою, может быть, небольшой секрет, перед эфиром разговаривали, как раз обсуждали, каким образом, ну, более эффективно сделать работу судебных приставов. И вы сказали, что вот те, кто подает на алименты, да, те, кто ждет для детишек денежки, им тоже нужно быть более активными. Да, им нужно быть более активными. Им нужно давать конкретную информацию судебным приставам. Потому что у одного судебного пристава в производстве бывает от тысячи до полутора тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. То есть это просто катастрофическая уйма дел, да? Я думаю, что даже у нас бы на столе, вот здесь бы она не поместилась. Не поместилась. И, конечно, судебный пристав не потому, что они плохо работают, он просто чисто физически не сможет все эти дела контролировать, хотя, конечно, должен, но он не сможет. И поэтому взыскателю нужно давать именно информацию судебному приставу. От судебного пристава требовать, чтобы он, например, направил запросы, например, в крупные банки. От судебного пристава требовать, чтобы он направил запросы в какие-то другие организации. То есть эти организации еще и знать, желательно провести такую детективную работу, да, работу детектива, найти где у твоего бывшего супруга, ну или родителя твоих детей находится средство судебного пристава, облегчить работу. Конечно, а без активизации ничего не получится. Потому что всегда же все говорят, что судебные приставы не работают. А они, оказывается, не потому что они не хотят не работать, не работать, а потому что просто объем такой, что они физически не успевают выполнить необходимые действия. Сидеть и ждать, когда должник придет и сам заплатит определенную сумму алиментов. Так, с каких еще доходов, помимо тех, что вы перечислили, можно взыскать алименты? Вот с пенсии можно взыскать алименты? С пенсии можно взыскать. Есть различные у нас надбавки к пенсиям, способий по безработице, способий по временной нетрудоспособности. Но новое у нас что? То есть способий по временной, то есть это с больничного? С больничного, да. Но у нас новое что? Раньше тоже можно было взыскать, но по решению суда. Сейчас можно взыскать автоматически. Для этого решения суда не нужно. То есть судебным приставам все-таки упрощается работа, им не нужно обращаться в суд. Для решения той или иной проблемы они могут это делать самостоятельно. То есть бюрократия немножко отодвигается. Но это сделает их работу проще? Конечно, это будет проще. Потому что узнать, пенсию человек получает или нет, это очень просто через пенсионный фонд. А вот смотрите, а если у человека вообще ничего нет? Вообще просто ничего нет, недвижимости нет, зарплаты нет. Как сейчас с него взыскешь-то? У судебных приставов тогда есть такой способ. Вызывают человека, предупреждают. Он говорит, у меня ничего нет, у меня работы нет. Они тогда говорят, вставай в службу занятости, как безработный. Шесть месяцев ты получаешь пособие по безработице. И способие тоже забираются алименты. И за эти шесть месяцев обязательно в центре занятости предлагают какие-то варианты работы. Если человек уже отказывается, ну потом уже решается вопрос в каждом индивидуальном порядке. Но все равно, я хочу сказать, выход есть. Выход есть, но там же пособие по безработице, это минимальные размеры оплаты труда вроде, да? Это что-то около 13 тысяч рублей. То есть выход есть все равно. Но это же все равно маленькая сумма. Лучше маленькая, чем вообще никакая получается. Лучше маленькая, чем вообще ничего. Лучше никакая, да. А вот скажите, а с каких категорий выплата еще возможны взыскания алиментов? Ну вот это постановление, чем интересно, вот даже для меня, вот чем интересно. Там очень дана детальная расшифровка, что же такое заработная плата. В заработную плату оказывается еще в ходе, смотрите, заработная плата по основному месту работы, а у нас еще есть и совместительство. То есть и заработная плата по совместительству тоже взыскивают алименты. В заработную плату входит... случае, простите, судебный пристав должен направить исполнительный лист и в организацию, где человек работает по совместительству, и в организацию, где работает на постоянной основе. Конечно. Потом в заработную плату у нас еще входят, например, надбавки в связи с какими-то опасными условиями труда. Надбавки у нас входят даже в заработную плату. Вот, например, я кандидат наук, я получаю надбавку. Вот такие вот надбавки. То есть вы бы с ней тоже платили бы алименты, если бы на вас кто-то подал? Да, то есть вот эти надбавки. То есть в заработную плату у нас очень много входит различных надбавок. А вы сказали, что удивительно, что не все бухгалтерии знают, а то, что они обязаны даже взыскивать. Это по моему мнению, что не все, в общем-то, знают. Обычно получается голый какой-то. Ну, есть определенный оклад, но надбавок очень много. Надбавки есть... За сложность. За сложность. Надбавки есть, кто работает с тяжелыми климатическими условиями. Вот, то есть вот именно в этом постановлении все досконально расписано. Я вообще считаю, что если кто-то не получает алименты, им нужно найти это постановление и ознакомиться более подробно. Найти его несложно. Несложно. Есть на сайте правительства. Достаточно набрать постановление от 2 ноября. 1908. Больше не надо даже название набирать. Да. И оно сразу будет представлено вашему вниманию. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос от наших зрителей. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. У меня такой вопрос. Правомерно ли возвращение исполнительного документа о взыскании алиментов в случае невозможности исполнения? Вот очень интересный вопрос, кстати, Игорь. Спасибо большое. В случае невозможного исполнения, если судебный пристав направил взыскателю этот исполнительный лист, и если взыскатель с этим не согласен, он должен написать обязательно свою жалобу о том, что он не согласен сначала начальнику отдела судебных приставов, если не удовлетворен этой жалобой в республиканской управлении службы судебных приставов, если опять же ответ республиканской службы не удовлетворил взыскателя, тогда обязательно в порядке прокуратуру. Тут устанешь писать всем подряд, а потом, когда напишешь, уже будет такая задолженность, что 2 миллиарда покажется маленькой суммой. У нас, к сожалению, система такая, что нужно все эти ступеньки пройти. Просто так, когда пристав возвратил и сказать ему, ты незаконно это сделал. А в каких случаях пристав может написать такую бумагу о невозможности взыскания? Если он провел все необходимые действия по исполнительному производству. Но для того, чтобы понять, провел он эти действия или не провел, исполнительное производство, оно, как можно сказать, тоже похоже на уголовное дело. Его надо проверить. А его кто может проверить? Начальник этого судебного пристава? Прокуратура. Республиканская служба судебных приставов и прокуратура. Прокуратура, поверьте, она проверяет, то есть берет на рассмотрение данные жалобы, проверяет исполнительное производство. А вот интересно, как платят алименты военнослужащие, и что меня больше всего интересует, работники прокуратуры? Мне тоже вот заинтересовало в этом постановлении. Там есть специальный раздел об уплате алиментов военнослужащие и работники всех правоохранительных органов. Не только прокуратур. Да, правоохранительных. Но я, конечно, так как работаю в прокуратуре, я все остальные так просто прочитала. И есть конкретный пункт. А работники прокуратуры. Я просто знаю, что работники прокуратуры, они из нескольких компонентов получают зарплату. Просто мне удивительно, что есть ли такие работники прокуратуры, которые еще и не платят алименты. Нет, просто это указано. Нет, зачем? На всякий случай. Потому что вдруг найдется такое щепенец. Потому что не только у работников прокуратуры и правоохранительных органов, у них не только есть должностные оклады. Это у каждого должностные оклады. У них есть надбавки за сложность, напряженность работы, надбавки за классный чин. И вот со всех этих трех видов. Со всей совокупности. Со всей совокупности. Со всей, это самое, взыскиваются. Так же и у военнослужащих. У военнослужащих. У них тоже там денежные довольствия. Потом надбавки тоже за военное звание. Я просто по-прокурорски называю классный чин. Военное звание и так далее. А с работников судов? С работников судов у них то же самое. У них тоже надбавки есть. То есть они тоже входят в параметры правоохранительных? Они не входят в правоохранительные органы. Это отдельная система. Но у них тоже есть надбавки. То есть с них тоже можно взыскать? Да. То есть я хочу сказать, с должностного оклада голого никто не взыскивает. По крайней мере, не должен взыскивать. А вот смотрите, вот сейчас вступает вот это постановление в силу. А можно ли взыскать вот по этому постановлению алименты с задним числом? Ну вот, допустим, кто-то не подавал долго на алименты, все рассчитывал на сознательность гражданина, да? Нет. А потом вдруг понял, что никакой сознательности нету и решил, что необходимо уже через суд оформить это решение. А он уже не платил два года ничего. Нет. Алименты взыскивают только тогда, когда есть исполнительный лист. А чтобы он появился, и возбуждено исполнительное производство. Чтобы он появился, надо что? Направить заявление в суд. И суд должен вынести решение о взыскании алиментов. И с этого момента, где есть решение суда, и он выписывает этот исполнительный лист, вот с этого момента взыскиваются алименты. А вот вы как работник прокуратуры, человек опытный, работник уже с большим стажем, с тремя звездами на погонах. Вы наверняка можете предполагать, какие проблемы возникнут с реализацией этого постановления? Проблемы не только с реализацией. Проблемы всегда возникают на практике с реализацией любого нового законодательного акта. Я так думаю, наверное, проблемы будут... Во-первых, вот как определить, есть ли вклады у человека в банки? Возможно, сделать, конечно, запросы в Татарстане. Ну, мы же не знаем, а вдруг этот человек вклады... А вдруг у него в швейцарском банке вклады? В другом регионе, да. Потом в Татарстане у нас есть, конечно, крупные банки, но есть, я так думаю, и мелкие банки. То есть пока даже по Татарстану, пока судебный пристав сделает эти запросы, пока он получит эти ответы, то есть сумма долга, она будет все копиться и копиться. По ценным бумагам я вообще представить не могу, как выяснить, играет ли человек на бирже, есть ли у него ценные бумаги. Я, честно говоря, не могу представить, как это выяснить. И поэтому, конечно, много будет сложностей. При нашей загруженности, имеется в виду службы судебных приставов, на практике много будет сложностей. Но я думаю, все можно преодолеть, если взыскатель все-таки займет активную позицию. Они будут сидеть и ждать, когда сработает судебный пристав и ругать службу судебных приставов. А все-таки интересно, Ирина Степановна, вот, конечно, пускай не ругают судебных приставов, но как часто те, кто не может взыскать алименты, обращаются за помощью в прокуратуру? Ну, у нас одна треть жалоб примерно прокуратуры всегда на службу судебных приставов. И по алиментам, и по другим вопросам на службу судебных приставов поступает. И заявители очень обижаются по поводу того, что они первый раз написали прокурору, а прокурор взял и направил заявление начальнику, например, отдела районного судебных приставов. Но у нас, к сожалению, для заявителей, а не для меня, я человек закона, у нас, к сожалению, есть вот эта система, что нужно пройти все ступеньки. И мы имеем право только рассматривать, если все нижестоящие службы судебных приставов рассмотрели это заявление. Ну, а часто, есть же практика рассмотрения прокуратуры подобных заявлений, да? Как часто вам приходится вмешиваться в работу судебных приставов? Ну, в работу судебных приставов очень часто вмешиваются прокуратуры. И получается так, что... Эффект есть? На них готовят представление на имя Республиканской службы судебных приставов, представление, это акт прокурорского реагирования, для того, чтобы республиканское то есть все нарушения... Елена Степановна, все понятно. Давайте теперь посмотрим, какие изменения произошли в нашем опросе за 20 минут, что мы в эфире. Как заставить родителей платить алименты все-таки на первом месте ужесточить ответственность. Я с этим согласна полностью. Вы с этим согласна. Ну, вы прокурор, еще бы вы не были с этим согласны. Но будем надеяться, что вот и то постановление, которое приняло правительство, и то законодательство, изменение в законодательство, которое планируется внести, они помогут, как раз они же направлены на ужесточение ответственности, они помогут взыскать алименты, и может быть, в следующей нашу встречу уже долги будут не 2 миллиарда, а хотя бы 1 миллиард. Вы смотрели главные новости на телеканале Татарстан 24. До свидания, увидимся в эфире. Подписывайтесь на канал Татарстан 24, не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик.